Добрый день, всем привет! В этом видео показан состав импорта Советского Союза по странам и товарам с 1971 по 1991 годы. Осенью делал видео про экспорт, а теперь импорт. Нефтяной кризис 1973 года. Страны-члены ОПЕК вводят эмбарго и договариваются о сокращении добычи нефти. Это приводит к резкому повышению цен на нефть более чем в три раза. В то же время СССР не только выиграла от повышения цен, но и нарастила объемы экспорта сырой нефти в полтора раза с 1070 по 1980 годы. Благодаря валютной выручке от экспорта нефти у Советского Союза появилось больше возможностей для покупки товаров за рубежом. Во второй части видео посмотрим, какие товары импортировал СССР в разные годы, а сейчас ответим на вопрос, из каких стран шел импорт в Советский Союз. Посмотрим по частям света. За все 20 лет на первом месте это импорт из стран Западной Европы. Доля импорта из Северной Америки растет до 1975 года, занимая второе место. Затем импорт из стран Северной Америки постепенно сокращается в течение следующих 13 лет до 1982 года. При этом доля Европы возрастает до 72% в 1986 году от всего импорта. А доля Азии все эти годы остается неизменна, около 12-24%. Доля из стран Океании около 2%, а импорт из Южной Америки в рассматриваемые годы не превышал 6%. Стоит заметить, что импорт из стран Африки в 1971 году более 11%, но уже с конца 70-х менее 2%. Теперь статистика по странам. Вы видите доли крупнейших стран-партнеров Советского Союза в смысле импорта. Отмечу, что высокая доля Египта с 1971 по 1976 была достигнута за счет импорта сырья для текстильной промышленности. Бросается в глаза, что 90% импорта из Кубы с 1975 по 1980 это сахарный тростник. Причем сахара СССР ввозил с Острова Свободы на 2-3 миллиарда долларов США ежегодно. Это больше, чем весь импорт из Соединенных Штатов или Японии тех лет. Тут дело помощи кубинскому народу в построении коммунизма. Взамен нам могли предложить только сахарный тростник и табак. Загадка для меня, где весь этот сахар использовали? Возможно тут связь с ростом алкоголизма с 70-х в СССР. Теперь посмотрим на пятерку лидеров и основу импорта. Пятое место среди наших торговых партнеров Финляндия. Четвертое США, на третьем месте Япония, на втором Чехословакия и на первом месте по импорту в СССР ФРГ. Большую часть импорта из США составляла продовольствие, зерновые. В Японии покупали товары из стали, бесшовные трубы, листы и сплавы, промышленное оборудование и электротехнику. В Германии в основном закупались машины, станки, высокоточное оборудование и высококачественные товары из стали. Ну, очень похожий состав с Японии. Теперь можем ответить на второй вопрос в видео. Какие основные товары покупал Советский Союз за рубежом с начала 70-х и до 91-го года? Товары будем рассматривать через нетто импорт, чистый импорт. Увидим данные по закупкам товаров с учетом экспорта аналогичных товаров в тот же год. Все данные указаны в долларах США. В целом, за 20 рассматриваемых лет на первых местах по импорту в стоимостном выражении были следующие разделы. Машины и транспортные средства, пищевые продукты и живые животные, промышленные товары и материалы. Это по международной стандартной торговой классификации. В каждом разделе товаров есть отделы, именно их видите сейчас в визуализации. По отделам товаров тройка лидеров суммарно за 20 лет выглядит так. Зерновые продукты из них четвертый отдел, чугунный сталь 67-й отдел и специализированное оборудование 72-й отдел. Это машины, специально предназначенные для конкретных отраслей. Про значительный импорт продовольствия в Советский Союз широко известно, но данные по импорту отдела чугунный сталь могут поставить тупик. Выходит, мы импортировали товары из стали. Неужели здесь социалистическая экономика не могла удовлетворить внутренний спрос? Чтобы разобраться, нужно рассматривать более детально группы и подгруппы в данном 67-м отделе товаров. И все станет на места. Четыре основных подгруппы составляли большую часть импорта от отдела чугунной стали. А именно, трубы бесшовные, гидравлические стальные трубопроводы высокого давления. Думаю, можно прочесть о так называемой сделке газ в обмен на трубы между СССР и Германией. Трубы прочие. И четвертое. Листы и прокат толщиной менее 3 мм. Как видим, Советский Союз нуждался в высокотехнологичных товарах из стали, что и отражается в статистике, которую мы видим. В 70-е годы значительными отделами импорта СССР, помимо рассмотренных, были сахар, кофе, чай и какао, текстильные волокна, металлообрабатывающее оборудование, аппараты, приборы и оборудование, машины, не включенные в другие категории и другое транспортное оборудование. А также текстиль, ткани и прочие готовые изделия и неожиданно бумага, картон и изделия из них. Так, и вам не жаль бумаги, да? Нет, мне не жаль бумаги, наша бумажная промышленность работает превосходно, мне не жаль бумаги, пишите, пишите. Теперь отдельно период с 81 по 90. Пик импорта зерновых пришелся на первую половину 80-х годов. Здесь резко вырос импорт масляничных семян и плодов, мяса и мясопродуктов и кормов для животных. В 80-е значительно вырос импорт химической продукции, особенно лекарств и фармацевтики, товаров для дома и личной гигиены, пластмасс. Также в стоимостном выражении вырос импорт автомобилей и техники, аппаратов и приборов, телекоммуникационного оборудования, одежды и обуви. Вот такая статистика, такие данные. Вместо вывода отмечу, что структура импорта Советского Союза похожа на большинство развивающихся экономик того времени. Разве что в мировую торговлю услугами Россия включилась лишь в начале 90-х. Именно здесь у экономики много потенциала и сегодня. Туризм, транспортировка товаров, финансы, информация. Источник указан в описании. Там вы можете самостоятельно изучать внешнюю торговлю всех стран мира или, например, сравнить импорт Советского Союза и России. Пишите вопросы и замечания в комментариях. Также предлагаю всем сопоставить данные об импорте и торговых партнерах Советского Союза с историческими событиями и ситуацией в мире того времени. Меня зовут Николай Помещенко. Это проект «Мир в экономике». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok